шалом дорогие друзья с вами в студии люторевич дмитрий и мы продолжаем нашу тему которую мы начали на прошлой встрече которая связана с именами в писаниях для тех кто не был с нами вы можете посмотреть прошлый урок но вкратце я напомню о чем мы говорили мы рассмотрели имена их происхождение и сказали что имя она определяла судьбу человека или определяла его характер мы также говорили что существует две связи связывающие имя с его толкованием и толкование имени мы назвали выражением мидраж шем эти две связи они либо корневая либо фонетическая мы также с вами поговорили о том что есть два вида мидрашей шем в писании одно это явная а другое скрытое и об этом подробно вы опять таки можете посмотреть нашей прошлой передачи сегодня мы поговорим с вами о связи между тем кто давал имя и получающим имя и свою историю я хочу начать с одного мидража как уже говорил раньше мидраж это что-то что дополняло пробелы в писании если было в писаниях что-то неизвестно наши мудрецы придумывали разные истории разные толкования которые пытались объяснить вот эти вот пропущенные места и был один мидраж написан на книгу барышит на книгу бытие который говорил о сотворении человека и этот мидраж начинается таким образом что после того как господь создал человека ангелы собрались вокруг господа и сказали что есть человек что ты почитаешь его что он не наделен такой мудростью и бог сказал потому что человек он высшее создание и если вы хотите в этом убедиться можете увидеть это тогда то что бог сделал он взял всех животных собрал и привел их перед ангелами и сказал скажите кто это как им имена ангелы посмотрели на животных но никто из них не мог дать никакого имени ни одному животному тогда бог собрал всех животных и привел их к человеку и сказал человек кто это человек посмотрел на каждого животного и сказал вот это собака вот это кошка вот это крокодил а вот это лев а это тигр а это осел и так далее и дал имена каждому животному он смотрел на сущность каждого животного и те имена которые давал они как раз определяли сущность самого животного, его внутренность, его характер. Например, как мы уже раньше говорили в самых первых наших лекциях, «келев» — это от слова «сердце», как сердце, оно определяло преданность собаке. Собака — это был келев и так далее. Хомор или осел — это от слова «хомер», что-то материальное. Морковку показываешь ослу, и он за ней бежит. И каждое животное получило имя. И тогда Бог сказал, «А как тебя зовут?» И человек сказал, «Меня зовут Адам, потому что я из земли, ми Адама, из земли». И Бог сказал, «Скажи, а как мое имя?» И Адам ответил ему, «Твое имя Господь, потому что ты сотворил небо и землю, и все, что вокруг, и ты являешься Творцом и Господином всего». Вот такой вот Медраж. Почему я его рассказываю? Вот из этих слов, которые сам Адам сказал, и это то, что мы видим потом в Писаниях, «Тот, кто давал имя, он являлся Господином или Хозяином тому, кто получал это имя». И я хочу показать несколько примеров Писаний с этим связанных. И как мы сказали уже, один из примеров – это сам Бог, который называет имена, или дает имена природе, самой природе, ее составляющим. Давайте мы откроем вместе с вами книгу «Барышит. Бытие» и посмотрим. И вы можете увидеть, что практически всему, что Господь делал, Он сразу же давал имена. В самой первой книге написано, что когда Бог создал свет, Он увидел, что Он хорош, и написано, что Он отделил свет от тьмы, и Он назвал свет днем, а тьму, ночью. И потом написано, что Господь создал твердь посреди воды, и сказал, чтобы она отделяла воду от воды, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которую над твердью, и стало так. И написано, и назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро. И потом Бог дает также название суши, земле и всему, что Он творил. То есть всему своему творению Господь давал имена. И вот эта вот власть, то, что Он давал имя чему-то, оно позволяло Ему властвовать и быть господином и хозяином своего творения. Может быть, это звучит странно, но вот этот вот концепт, вот эта концепция, мы ее видим в Писании постоянно. Тот, кто давал имя, Он был хозяином, Он был тем, который властвовал, господствовал, у которого в руках все находилось. Он также был ответственным за все происходящее. То есть Бог, если Он создал все, Он был ответственный за это, и Он был хозяином всего этого. То есть Он мог и может до сих пор менять все законы, которые им созданы. Много вещей сегодня мы видим сверхъестественных, которые не поддаются науке никаким объяснениям. Почему? Потому что Господь все это создал, это все в Его руках. Второе, то, что мы можем увидеть также в Писании, еще один пример, это также, как мы уже сказали, сам человек. Он дает имена всем животным. Я хочу, чтобы мы прочитали с вами первая глава из книги Бытие, 28 стих. И написано, что «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». В первой главе мы видим, как Бог создал человека, как Бог создал всю природу, животных, наполнил рыбы, рыбами морские воды, создал животных, создает человека и все дает в его руки. Но во второй главе мы видим, как все идет и в каком порядке оно шло, что было в начале, что было потом. Более детальное объяснение. Вот в первой главе мы прочитали, что Бог, когда создал человека, он отдает животных в его руки. Но почему так? Почему вдруг животные должны были быть под властью человека? И ответ он как раз заключается вот в этом вот принципе, который мы с вами сейчас изучаем, что животные, они пришли перед человеком, Бог их привел, и человек дал каждому из них имена. Это давало ему право быть властелином над ними. И во второй главе мы читаем, «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему». То есть вот этот вот процесс, что сам человек давал имена каждому животному, позволяло править над ним. И я думаю, все вот это вот время, когда до потопа, до того, как Ной зашел со своими детьми в ковчег, написано, люди, они питались только травой, они не ели мясо, до того времени Господь не разрешал им. И животные, они находились под опекой, под властью человека. После потопа все уже изменилось. Следующий принцип, который также мы видим из этих, это на примере самого человека и его жены. Если мы посмотрим, что, то увидим в Писании, Адам, он дает имя своей жене дважды. Первый раз он называет ее Иша. И это написано в Бытие. Вторая глава, 22-23 стих. «И создал Господь Бог из зебра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». На русском мы не видим никакой связи, но на иврите эта связь очень видна. Он говорит, она будет называться Иша, «Да, потому что взята от Иш, от мужа». То есть один и тот же здесь корень стоит, но Адам называет свою жену, он дает ей имя. И в принципе вот это вот, то, что он принимает ее и дает ей имя, позволяет ему быть ее господином. Может быть не все согласятся, и не всем понравится вот этот вот принцип, что Адам господствует как бы над Хавой, или мужчина господствует над женщиной, но это то, что мы видим здесь в Писании, в первых книгах «Бытие». Но это еще не все, потом мы читаем дальше, что после того, когда Хаваса грешила, Бог дает ей наказание, и одно из наказаний как раз это то, что муж будет господствовать над ней. Может быть это как раз вот с этим принципом и связано. Третья глава, 16 стих. «Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Я думаю, что вот это вот господство, оно как раз вытекало из того, что у Адама было право, из-за того, что он называл Хаву, он ее принял, она была часть его, и он назвал ее, он дал ей имя. Впоследствии мы видим, что он еще раз ей дает другое имя, он меняет ей имя. И в третьей книге Бытие, в 20 стихе написано, «И нарек Адам имя жене своей, Ева или Хава на еврите, ибо она стала матерью всех живущих». Вот то, что было связано с Адамом и его женой. На самом деле в Писании очень часто мы встречаем вот этот вот принцип, что когда разные фараоны или разные цари, держав, брали кого-то в плен, они меняли зачастую имена царей, своих рабов, чтобы тем самым выразить или показать свое господство над ними. Мы даже помним вот эту историю, когда Иосиф, который был продан в рабство, после того, как он был приведен перед фараоном и разгадал его сон, то фараон меняет его имя и дает ему новое имя, дает ему также жену, ставит его властелителем над всем Египтом. Но то, что он поменял ему имя, говорило, что «Иосиф, несмотря на то, что ты второй после меня, ты второй после меня». Это показывало, что фараон все равно стоит выше, и он господин над всем. Мы также можем увидеть еще несколько примеров в Писании, где цари меняли имена другим царям, которых брали в плен. Например, в 4 царстве, 23 по 34 стихи, 23 глава, 34 стих, там написано, «И воцарил фараон Нехао Ильякима, сына Иосина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иокима». То есть фараон поменял имя одного из царей еврейских, которого взял в плен. Вавилонский царь также поменял имя одного еврейского царя. «И воцарил царь Вавилонский, Матфанию, дядю Иохинии, вместо него, и переменил имя его на Седекию». Опять-таки, тот же пример, что имя царя меняется, чтобы Вавилонский царь или фараон, кто бы тот ни был, он показал свое превосходство и показывал свою власть над царем. Очень, я думаю, известный стих, который все помнят, это из книги «Даниил», когда и Даниила, и трех его друзей также взяли в плен, и всем им меняют имена, и саму Даниилу, и его друзьям, и очень часто даже вот эти вот еврейские имена никто не помнит, но помнят имена, которые дал Вавилонский царь. «Даниил», первая глава, шесто-седьмой стих. «Между ними были сынов иудинных Даниил, Ананя, Месаил и Азария, и переименовал их начальник Евнухов Даниила, Валтасаром, Ананию, Седрахом, Месаила, Месахом и Азарию, Авдинагу». То есть вот здесь мы видим смену имен. И опять-таки в заключение я хочу сказать, что это очень важно понять нам, что тот, кто давал имя, он являлся властелином, он являлся господином на тем, кто получал имя. Это давало ему полное право властвовать над этим человеком, с одной стороны, но с другой стороны у него как бы были обязательства, что он заботился об этом человеке, он охранял его, он следил за ним, смотрел за ним, обеспечивал его, если это был его раб. Понятно, что если это был какой-то злой господин, то он мог этим всем и пренебрегать. Но если мы говорим, например, по отношению к Богу, то в дальнейшем мы также можем увидеть ту любовь, которую Бог выражал к тому, которому он поменял имя. И вот эта вот мысль, она очень важна нам не только в этом уроке, но и для следующей встречи. И я думаю, на сегодня мы закончим с вами на этом, а в следующий раз мы рассмотрим с вами следующую тему, которая будет говорить о том, что и просматривать связь Бога с получающим имя через призму заветов. Всего доброго и благословения вам. Аминь. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Сиона «Возвращенные на Сион» и «Возвращенные на Сион»